16 июля в Ташкенте прошла международная конференция «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности». В работе конференции, организованной по инициативе президента Шавката Мерзиёева, приняли участие президент Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел Центральной и Южной Азии, делегации 44 стран и около 30 международных организаций, руководители авторитетных научно-исследовательских и аналитических центров. В своем выступлении президент выдвинул важные инициативы, направленные на достижение этих целей. Отмечено приоритетное значение торгово-экономического сотрудничества и предложено ежегодное проведение межрегионального форума для обсуждения актуальных вопросов, расширения экономической повестки сотрудничества, углубленной кооперации и инвестиционного взаимодействия стран двух регионов. Обсуждали, конечно, дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики, расширения торговли. Особое внимание президент, конечно, уделил развитию международного торгово-экономического центра Центральной Азии на границе между Узбекистаном и Казахстаном. Мы будем прилагать все усилия для реализации этой инициативы глав наших государств. Это действительно историческое мероприятие в такое сложное время и собрать столько много стран, международных организаций, региональных организаций и именно обсудить самые актуальные вопросы нашего региона. И экономические вопросы сотрудничества с Южной Азией, с другими странами, и вопросы транзита, транспортировки, культурно-гуманитарные сотрудничества и другие вопросы. Эти вопросы действительно очень актуальны. Мы благодарны уважаемому президенту за такую инициативу. Он сегодня действительно представил всему миру нашего региона, потенциал нашего региона. Особое внимание глава государства уделил вопросу построения транспортно-логистической инфраструктуры, которая эффективно и безопасно соединит Центральную Азию и Южную Азию. Ключевым элементом всей архитектуры взаимосвязанности наших регионов призвана стать железная дорога Термес-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. Проект строительства, который уже получил широкую поддержку, в том числе со стороны ведущих международных финансовых институтов. Строительство этой железной дороги позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал двух регионов, сформировать кратчайший маршрут, значительно сократить сроки и издержки на транспортировку грузов. Отмечена необходимость разработать конкретные меры по реализации цифровой взаимосвязанности в области торговли, транзита и пересечения границ, принять стратегию совместных действий. Затронуты также меры по укреплению безопасности и стабильности в регионе, борьбе с терроризмом, экстремизмом и трансграничной преступностью. Подчеркнута важность защиты окружающей среды и развития зеленой экономики. Высказаны мнения по формированию единой платформы туроператоров для полноценной реализации туристического потенциала Центральной и Южной Азии, дальнейшего развития туризма в регионе в рамках Всемирной туристской организации. Расширение научных, культурных и гуманитарных обменов играет важную роль в укреплении дружбы и доверия. В связи с этим было предложено провести в Термезе международный форум по историческому наследию Центральной и Южной Азии под эгидой ЮНЕСКО. Особое внимание глава нашего государства уделил сотрудничеству в сферах науки, технологий и инноваций. Он подчеркнул важность стимулирования совместных исследований и программ обмена опытом, а также введение упрощенного визового режима для ученых и исследователей. Как известно, накануне настоящей конференции в Ташкенте открылся Международный институт Центральной Азии. Президент предложил создать на базе этого аналитического центра экспертную группу по развитию регионального сотрудничества. Затем с видеообращением к участникам конференции обратился генеральный секретарь ООН Антонио Кутерриш. Президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Имранхан, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, высказались о перспективах сотрудничества в регионе и важном значении данного форума. На пленарных и секционных заседаниях форума обсуждены возможности и инициативы, направленные на дальнейшее укрепление региональной взаимосвязанности в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах. По итогам конференции разработан специальный проект резолюции, который будет представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Впереди у нас очень хорошие перспективы. Буквально через несколько недель на берегу Каспия в Туркменистане состоится консультативная встреча глав государств Центральной Азии, где руководители Центрально-Азиатских государств еще раз в тесном кругу обсудят круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием отношений между нашими государствами. Пользуясь настоящей возможностью я хотел бы еще раз выразить огромную благодарность президенту Туркменистана, президенту республики Узбекистан за инициативу проведения конференции Центральная Азия и Южная Азия, региональная взаимосвязанность вызовов и возможностей. Это действительно очень мощная, глобальная, масштабная идея, выдвинутая уважаемым Шавкат Миромоновичем на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня в своем политическом заявлении президент Республики Узбекистан на системной основе изложил приоритеты практической реализации этой инициативы. В числе этих приоритетов подготовка специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.